Хочу обратиться к книге притчей 25 глава 25 стих Что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны Я как-то уже говорил наверное об этом Я помню, вспоминаю время, когда я закончил только институт и поехал работать, такую романтику увлекся, поехал работать на севера вахтовым методом А был очень домашним человеком, даже в лагеря никогда не ездил, в садик не ходил И так я был к дому привязан очень сильно для меня куда-то выехать, это была большая проблема И вот я туда выезжал на месяц, уезжаю и так тоскую по дому, так мне прямо сердце рвется домой, все сердце домой рвется Как там, а папа уже так, ну в то время он уже так бывало, иногда так не очень себя чувствовал Хотя, слава богу Богу, дал ему жизнь и прожить еще так порядочно потом И вот я так, помню, сотовых телефонов не было, я после работы так раз, смотрю, время позволяет На почту побегу, иду на почту, там километра наверное около трех надо было Я так иду туда, так с мыслями, что там, как там дома, приду, позвоню, поговорю там с мамой, с папой поговорю, слышу ей голос, обстановку расскажут И у меня такая радость на сердце, я там уже иду эти три километра, не замечаю, как добегаю там до общежития до этого Вот добрая весть из дальней страны, когда приходит, как она подкрепляет, говорит, что холодная вода для истомленной жажды души И знаете, сегодня я хочу сказать, что весь мир истомлен жаждой И пришла к нам весть из дальней страны Из той страны, в которую поезда не ходят и самолеты не летают И эта весть пришла к нам через нашего Господа Иисуса Христа Мы сегодня слышали об этой благодати Из той дальней страны пришла эта добрая весть для истомленной жажды души Иисус Христос оказался тем посланием, которое, когда услышит человек, он радуется, он утешается этим И знаете, много разных носителей есть, этих писем, этих посланий Написано в одном месте, что Бог многократно и многообразно говоривший отцам издревле в пророках В последние дни говорил нам в сыне Видите, он поменялось, говорил в пророках, стал говорить в сыне И вот есть очень много разных носителей Мы сегодня знаем, что вот есть средства связи Мы там в зуме, в ютубе И все это можно отключить однажды Все это можно однажды выключить И даже бумажные носители можно запретить Можно запретить эти типографии, закрыть, печатать их Но Бог говорит нам в сыне И вот это никто никогда не выключит Нет у него власти выключить эту добрую весть Когда Бог говорит нам в Иисусе Христе И мало того, Он написал это первое письмо через Иисуса Христа А потом всех нас сделал письмами христовыми Я хочу сегодня прочитать еще одно место Напомнить нам из послания, второго послания к Коринфянам Третья глава, со второго по шестой Апостол Павел так говорит Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших Узнаваемое и читаемое всеми человеками Вы показываете собою, что вы – письмо Христово Через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя Но способность наша от Бога Он дал нам способность быть служителями Нового Завета Не буквы, но Духа Потому что буква убивает, а Дух животворит Вы смотрите, если это письмо Христово То автор этого письма – Бог И Он там написал то, что Он хочет написать Духом Святым Он написал там то, что Он хочет написать Не на каменных скрижалях, на плотяных скрижалях сердца Духом Святым И вот такое письмо невозможно выключить Ни у одного нет такой возможности выключить эти письма Я уже как-то напоминал, что однажды государство пыталось Пойти против Бога и остановить это благовествование Но сами того не понимая, эти письма распространили так далеко В такие уголки страны, куда бы никогда никакие печатные издания не дошли Они отправили туда братьев и сестер, у которых на сердцах было написано это благовествование Где Духом Святым Иисус был отображен в их сердцах И они там были прочитаны эти письма И в таких обстоятельствах, где ни одни бы носители не дошли никогда Представляете себе, борются со Словом Божьим И сами же это Слово Божье отправляют в такие места, где никто их не может прочитать Никто бы никогда не мог прочитать А тут они читают и читают И вот смотрите, особенность этих писем какая Их невозможно не читать Их все равно будут читать Так или иначе их будут читать И вот смотрите, хочу один пример привести Может быть он касается такого действия Божьего в исцелении человека Но процесс происходит тот же самый Вот лежит расслабленный, больной, 38 лет уже лежит Иисус Христос приходит к нему и говорит Хочешь ли быть здоров? Говорит, хочу Не имею человека, который опустил бы меня Иисус говорит ему Встань, возьми постель твою и ходи И он встал, взял постель и ходит 38 лет На него смотрели люди И не разговаривали с ним А тут заговорили Кого-то это восхищало Кого-то это удивляло Кого-то это к Богу направляло А кто-то сказал Сегодня суббота, не должно тебе брать постели Ни один не подошел к нему за 38 лет и сказал Давай я попуду с тобой в течение этого года Или хотя бы от того времени, пока ангел возмутит эту воду Я тебя туда пронесу и ты первым туда сходишь Пока еще никто не сходил А как только это письмо Христово отобразилось На нем действие Божие отобразилось Заговорили сразу И так и в жизни человека, на котором написано Духом Святым на скрижалях его сердца Это письмо Его обязательно прочитают Одни одно будут говорить, другие другое будут говорить Для одних это будет, как мы недавно рассуждали в группе Запах смертоносный на смерть А для других будет запах живительный на жизнь Но смотрите, что касается этих писем Где они должны будут быть прочитаны И при каких обстоятельствах Читаю еще из послания к Коринфянам Из 6 главы 3 стихи ниже Мы никому ни в чем не полагаем притыкания Чтобы не было порицаемо служение Но во всем являем себя, как служители Божии В великом терпении В бедствиях В нуждах В тесных обстоятельствах Под ударами В темницах В изгнаниях В трудах В бдениях В постах В чистоте В благоразумии В великодушии В благости В Духе Святом В нелицемерной любви В слове истины В силе Божией С оружием правды В правой и левой руке В чести и бесчестии При порицаниях и похвалах Нас почитают обманщиками Но мы верны Мы неизвестны Но нас узнают Нас почитают умершими Но вот мы живы Нас наказывают Но мы не умираем Нас огорчают А мы всегда радуемся Мы нищие Но многих обогащаем Мы ничего не имеем Но всем обладаем Посмотрите В каких разных обстоятельствах Это письмо Должно быть прочитано Какие разные обстоятельства Приходят Ну понимаете Эти обстоятельства Приходят не просто так Как мы сегодня слышали Автор письма Иисус Он где захочет Чтобы оно было прочитано Письмо Он туда его и отправит И как хорошо Когда мы согласны С тем Чтобы нас там прочитали Посмотрите Что является Ну вот эта ценность Письма для тех Кто его читает Со стороны Но я хочу сказать Сегодня еще об одной ценности Которую имеет само письмо Для письма нет лучше Как та ценность Которую он внутри себя и несет Еще одно место я читаю Чтобы было понятно Более Ход мысли моих Это из второго послания Коринфянам также С четвертой главы Все это послание Как бы оно Об этом речь идет В нем С четвертой главы Седьмой стих Но сокровища сие мы носим В глиняных сосудах Чтобы преизбыточная сила Была приписываема Богу А не нам Мы отовсюду притесняемы Но не стеснены Мы в отчаянных обстоятельствах Но не отчаиваемся Мы гонимы Но не оставлены Не излагаемы Но не погибаем Всегда носим в теле Мертвость Господа Иисуса Христа Чтобы и жизнь Иисусова Открылась в теле нашем Посмотрите Какая ценность Этого письма Для самого письма Мы в тесных обстоятельствах Но не стеснены Мы гонимы Но не оставлены И когда мир читает Эти письма Для тех Которые спасаемы Что они видят В этих письмах Они видят Что человек не стеснен В таких обстоятельствах Они видят Что он не унывает Они видят Что им жизнь является А для тех Которых запах На смерть Что они видят Да кто это люди Что это за люди такие Их непрестанно гонят Их постоянно Не излагают Да что в этом За радость какая И человек Который погибающий Он не видит Ценности этой письма Но тот Который спасаемый Он другое видит В этих людях И как хорошо Когда мы сегодня Можем ощутить Вот эту ценность Внутри наших сердец Для того Который лежал В купальне 38 лет Какая ценность Для него была Для него ценность Была ходить И когда люди Начали ему говорить Да ты что постель носишь Сегодня нельзя Сегодня суббота Они уже не могли ему сказать Да ты ложись Давай и лежи Расслабленным будь Они не могли приказать Ему больше быть расслабленным Те которых Христос исцелил от слепоты Они могли сказать Нет Бога Это человек Он хоть субботы не хранит Но они не могли сказать Закрой свои глаза И ходить слепым дальше Так и сегодня те У которых Бог Духом Святым Написал на сердцах Эти письма А их уже невозможно Каким-то образом Изгладить Бог там пустых листков Не посылает И каких-то писем Неподобающего содержания Бог не посылает И слава нашему Господу Когда мы Понимаем Ценность Этих писем Самое дорогоценное То что Христос написал Мы сегодня Псалом слышали Прекрасный Оно открылось Вот на Голгофском кресте Самая дорогоценная Часть этого письма Она там открылась Я сегодня за собой Замечаю Вижу так что Я бывает Не готов Идти на ценности Чтобы меня читали В таких обстоятельствах Которые кажутся тесные Но там самые нужные обстоятельства Чтобы прочитали Это письмо Мне иногда кажется Что ценнее Где-то в других обстоятельствах Но Христос Он не остановился Тогда когда Он ходил Совершал знамения Чудеса И когда Входил в Иерусалим Народ встречал Его с пальмами Ветвями И пели ему А он плакал Христос Он хотел чтобы В более ценных обстоятельствах Прочитали это письмо Он понимал что Ценность этого письма Гораздо глубже И сегодня хорошо Когда мы готовы Просто не отказаться В нашем сегодняшнем дне Сегодня у нас есть Такие обстоятельства Которых мы не хотим Чтобы нас там читали А Бог хочет Чтобы нас там прочитали Нам приятно Когда При похвалах Нас читают Нам приятно Когда нас в чести читают Но когда в бесчестии Не хочется Чтобы читали Когда при порицаниях Не хочется Хочется уйти Но я хочу сказать Что Там В этих обстоятельствах Там Истомленные Жажды души Там они более всего Ценность приобретает То письмо Которое Христос Написал На твоем сердце Там наибольшую ценность Оно приобретает И оно как холодная вода Для утомленной Для истомленной Жажды души Я хочу сегодня Прежде всего Обратить свое сердце И ваши сердца Тоже направить к тому Чтобы мы не чуждались Того Чтобы стать Более драгоценными Письмами В более драгоценных Обстоятельствах Быть прочитанными Чтобы эти ценности Они вставали На свое место Чтобы мы понимали Если Господь Сюда нас ведет Если Вот Кого-то может быть В доме бывает Нужно прочитать Это письмо Христово В своем доме бывает Кажется Где-то мы читаем Мы готовы проповедовать Где-то Мне легко Сегодня на кафедре Быть письмом Христовым Но иногда бывает Сложнее В доме своем На работе бывает Так трудно Человек над тобой Поставят Такого человека Поставят Которого убежал бы Куда-то бы делся От него Но там хочет Христос Чтобы ты Был прочитан Там Это письмо Было там Прочитано В таких обстоятельствах Где оно будет Ценнее всего Где оно Больше всего Утолит жажду Истомленных Сердец Истомленных душ Я хочу Чтобы мы Сегодня обращали На это внимание Идя по следам Христовым Христос не отказался Быть прочитанным На кресте Чтобы сегодня Мы не отказались От этого От этих шагов От этих следов Христа Где он прошел Чтобы мы Знали что Если тут следы Христа Я сюда пойду Да это трудно Но Христос Когда меня спасал Ему было еще труднее Несравненно труднее Как и в послании К евреям В 12 главе Апостол Павел Заканчивая Скажем так Это послание Приводя Ценность Этих Опять же Этих писем Как открывалась Сила Божия В верующих людях Он говорил Одни были избавлены От меча Одни угошали силу огня Укреплялись От немощи А ниже еще ценность Выше идет Знаете Кого-то Хорошо когда читают И смотрят Верующие Избавлены От огня Избавлены От львов От рва львиного А потом Раз ценность Больше идет Еще выше ценность идет А кого-то Бог избавляет Не от огня А в огне избавляет Мы знаем Еще выше ценность является Вот бы Издал бы царь бы указ И в печь бы Не послал бы Этих мужей Вот бы Издал бы он указ И в ров бы львины Не попал до нее А как царь Прочитает это письмо Он сказал По моему указу По моей власти Я захотел И вот они не попали в печь Я их от огня избавил А когда он их в печь Не смог Ничего сделать И в печь Они были отправлены Когда в ров львины Был отправлен до нее И царь ничего не мог сделать И он там избавленный Вот он прочитал это письмо Это было для него Предназначено письмо Если бы не Бог хочет Где-то может быть В тех обстоятельствах Те люди что прочитали Которые может быть Высоко думают о себе С высокой властью Может быть Какие-то другие обстоятельства У этих людей бывают Но когда ты там будешь прочитан Для них это будет откровением А есть еще выше А другие не приняли освобождение Чтобы получить лучшее воскресение Не приняли Что значит не приняли А то что оно им предлагалось Но они его не приняли Им предлагалось оно На условиях каких Ты заплати за это освобождение Которое мы предлагаем Ту цену Отношение с Господом Ты заплати лучшим воскресением Он говорит Нет И они не приняли это освобождение Чтобы получить лучшее воскресение И они тоже были прочитаны В этих обстоятельствах Я думаю Чем ближе мы к Голгофе Тем дорогоценнее Эти послания становятся Не будем чердаться Как сегодня говорилось Огненное испытание Как приключение для нас странного И будем ревновать о том Чтобы быть более дорогоценными письмами И нам не нужно для этого куда-то бежать У нас сегодня кругом Есть такие обстоятельства Самые лучшие В которых Бог хочет Чтобы мы были прочитаны В нашем доме На работе На учебе И самые лучшие обстоятельства Где мы можем быть Драгоценными письмами Нашего Господа Пойдем по Его следам И будем благодарны Ему за эту честь Оказываю нам Быть Его письмами Аминь Субтитры подогнал «Симон»